Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Все, кто торгует на Bybit, наверное, заметили вот такую штуку, что они предлагают перейти на единый торговый аккаунт. Что же это такое, с чем его едят и стоит ли на него переходить, об этом поговорим и разберемся в сегодняшнем видео. Поэтому, если вам нравится такой контент, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и погнали. Вот, собственно, так, в общем, в двух словах, что это такое. Это, как я понимаю, дает вам возможность, как они говорят, максимальной эффективности капитала, но, по сути, это более опасная тема, потому что это дает вам возможность слить все даже со спотового счета, если я правильно понимаю. То есть, ваши активы, которые на споте, смогут стать кросс-обеспечением для ваших маржинальных и фьючерсных сделок. Давайте поймем, так это или нет, и, собственно, для этого переходим сюда. Вот, я специально оставил открытые лонги в большом плече, но вывел большую часть средств, то есть, на малый объем стою, чтобы посмотреть, в момент перехода не будет ли никаких глюков. Значит, поддержка кредитного плеча и маржи в разных активах, кросс-обеспечение – это то, что нам нужно, повышение эффективности капитала и улучшение управления рисками. Окей, погнали, будем разбираться. Это только для опытных трейдеров, как я понимаю. Вы прошли тест, теперь можно начать. Погнали. Перед началом убедитесь, что у вас нет активных ордеров и обязательств на спотовом аккаунте, а также нет позиции активных ордеров на деривативном аккаунте или деривативном USDC аккаунте. А-а-а, видите, нельзя, значит, нельзя оставлять лонги. После перехода на вашем аккаунте автоматически активируется маржинальная торговля на споте. Вы можете вручную отключить ее там. В настоящее время на едином торговом аккаунте не поддерживаются ваучеры для спота. Соответственно, если у вас есть какие-то ваучеры, они будут… вы их утратите и не получите новые торговые ваучеры. И переход на новый аккаунт занимает примерно 5 минут. Вы не сможете осуществлять депозиты, сделки, совершать выводы и прочее. Окей, это мы все поняли. Жмем назад, потому что у нас остались открытые лонги. Придется их закрыть, значит, и перевестись, собственно, уже наконец на этот единый торговый аккаунт, ребята. Окей, кроемся по маркету. И надеюсь, что за 5 минут рынок не улетит на 20 иксов, пока нас будут переводить. Вот, да, собственно, идем еще раз сюда. Смотрим, на деривативах у нас есть примерно 2000 в разных монетах. На споте у нас тоже примерно 2000 в разных монетах, в касте и в биткоине. Итого у нас 4100 на споте и на деривативах. Переходим, смотрим, не сожрут ли сейчас наши деньги. Далее, я подтверждаю. Все, на споте у нас нет заявок. Активировать. Осуществляется переход. Так, ну пока осуществляется переход-то мы можем... Да, мы можем смотреть на другой вкладке, на график. Давайте пока осуществляется переход, взглянем на графики и обсудим, что происходит с биткоином. TRDR 10 минутка молчит, но в принципе мы рисуем какую-то вот такую базу, не очень хорошую в краткосроке. Скажем, это что-то типа голова и плечи, может быть, с выходом на 25 тысяч. Тем не менее, это все еще уровень, который может быть удержан как зеркальный и нарисовать W. Поэтому, честно говоря, с биткоином вообще ничего не понятно сейчас. По стакану мы видим немного более бычье смещение по сумме стаканов. По candle wave был сигнал на покупку, но также появился сигнал на продажу. Плюс начался красный тренд, надо отметить. На 4 часах начался красный тренд. Подтвердился, вернее. Подтвердился нисходящий тренд. И, в принципе, если он продолжится, то следующий сильный уровень у нас 25500, либо 25000, ребята, где могут откупить биток. Это если мы говорим о коррекции. Если мы говорим о росте, то, соответственно, следующий сильный уровень сопротивления 27500, все там же, где были вот здесь продажи. Но в долгую картина совсем другая, ребята. В долгую мы видим, что у нас с вами идет накопление, у нас с вами очень низкий риск. У нас недооцененность до средних значений 52%. То есть нам надо вырасти более чем на 100%, чтобы просто вернуться к средним. Поэтому я думаю, что в какой-то момент начнется очень сильный памп. Просто очень сильный памп, как обычно биткоин и делает. С выносом всех вот этих локальных уровней. Не то, что там 28500, а там 38500. На недельках просто вот мы выйдем из этого падающего клина. Не знаю, там сходим ниже, не сходим. Но потом просто начнется палка 1000 на 45. Вот что начнется, как это обычно и происходит с биткоином. Поэтому тут надо смотреть глобально за тем, что происходит. И не увлекаться с локальными шортами, потому что их вынесут всех просто нахрен. О! Ну и вот, собственно, мы перешли на единый торговый аккаунт, ребята. Что же это такое? Давайте посмотрим. Опа! Так, вот мы в едином торговом аккаунте. Все, у нас кросс-маржа. Скрываем нулевые балансы. Вот у нас включилась сама маржинальная торговля на споте. Мы можем ее выключить. Мы выключили маржинальную торговлю. И у нас, короче, USDT-активы с USDT-деривативов перенеслись на спот. На спот. Их теперь можно использовать в качестве обеспечения. Правда, почему-то в USDT у нас сейчас недоступно. Показывает. И каста тоже недоступна. Так, и, короче говоря, будем разбираться. Теперь смотрите, у нас появился единый торговый аккаунт. У нас появились инверсные контракты. Это биток. Например, биток-биток. То есть мы можем перевести сюда. Теперь... Ну, у нас теперь... То есть теперь инверсные контракты, это сепарированные контракты вообще. То есть мы теперь можем что? Торговать отдельно битком, реплом или лайткоином, скажем, на инверсах. Либо на едином торговом аккаунте мы можем, имея в обеспечении тоже биток, лайток там и что-то. Вот почему-то USDT недоступно показывает. Торговать всем. Давайте посмотрим. Бессрочные USDT контракты. Погнали. Ох, блин, короче, попадос. Я понял с этим переходом. Надо разбираться. Бессрочный USDT, BTC. Но... И у нас баланс маржи 1100. Это почему так? Вот мы можем теперь, допустим, с инверсных контрактов перевести на единый торговый счет еще BTC. И у нас теперь баланс маржи увеличился. То есть мы можем теперь вставать здесь на большее количество. Но на самом деле про инверсные контракты тоже не стоит забывать. Давайте проверим теперь, как работают они параллельно. Откроем лонг в сотом плече. Не, в сотом, конечно, не будем. Да, или будем? В сотом плече откроем лонг в инверсе. А теперь идем в USDT-шную пару. И это у нас уже с вами становится... Это у нас уже с вами становится единый торговый аккаунт. Где в обеспечении у нас еще что-то может лежать. И откроем здесь лонг, допустим, по дэшу. В 25-м плече, да, или в каком-то. Вот. И по риплу, допустим, мы можем также встать в лонг, но также в инверсе. Сейчас мы его загрузим максимально прям в большом плече и посмотрим, ребята, специально для вас, как он все это выдержит. Лайткоин. Тоже инверс. Посмотрите, у нас остался. Так, сейчас мы проверим вообще, как это все работает. Лайткоин. Залетаем. Не, ну так нельзя залетать. Лайткоин у нас просто смоет. Сейчас, походу, у нас смоет нахрен. Так. Вот. И идем в активы. Уже у нас лоси. Вот. Но у нас получилось-то плюс-минус то же самое. Посмотрите. Единственное у нас почему-то на единым торговом. Два лайткоина. Короче, получается так, ребята, что вот эта вот штука теперь со спота является вашей маржой для не инверсных деривативов, а для USDT деривативов. Вот они, USDT. Получается. Dash. Да. Вот мы находим Dash. Dash USDT, например. Да. И вот у нас сейчас этот лонг Dash USDT, насколько я понимаю, обеспечивается частично лайткоинами со спот аккаунта. Но с тем риском, естественно, что может ликвиднуть и лайткоины со спот аккаунта. Но вообще, ребята, выглядит все так, что сейчас пойдем закрывать вот этот ковш большой медведицы, и все будет хорошо. Поэтому, чуваки, единый торговый аккаунт. Будем разбираться, что и с чем едят. Но вот видите, сразу не ликвиднуло. Ничего страшного не произошло. Поэтому переходите на свой страх и риск. Но я думаю, что всех в итоге зафорсит, как и с KYC, переходить на этот аккаунт. Поэтому можете сделать это сразу. Когда закроете все свои позиции, это будет удачный момент для перехода. Уж точно. И лучше это сделать перед тузамоном, сами понимаете. Ну, а у меня на этом все. Это был Гриня. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, тейки, стопы. Подписывайтесь в тележку. И до следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok